На первый взгляд, безопасная. Вытяжка над газовой плитой может стать коварным убийцей, если в квартире установлены пластиковые окна и одновременно с плитой работает еще и газовая водонагревательная колонка. Ежегодно в Самарской области от угарного газа страдают около 150 человек и порядка 10 из них погибают в своих домах. Если водонагреватель неисправен или подключен не по правилам, если в кухне установлена принудительная вытяжка, домовые каналы повреждены или замусорены, нет достаточного воздухозамещения. Это может привести к трагедии. Через закрытые пластиковые окна новый воздух в квартиру не поступает. Давление вниз незаметно падает и угарный газ через обратную тягу снова поступает в помещение. Он может уйти к соседям сверху и снизу. У него нет запаха, не зря его называют невидимым убийцей. Человек теряет сознание, зачастую не успеет заметить и принять меры. Если вдруг дымоход чем-то забит, все не туда пойдет, а сюда в квартиру. Так что самый простой способ. Посуду моем, руку подложили, проверили. Выхода горячего воздуха здесь быть не должна. В случае обнаружения, отсутствия тяги или иной серьезной неисправности оборудования сотрудники газовой службы вынуждены отключать газоснабжение по всему стояку подъезда. Те, кто не пускает работников газовой службы в квартиру и скрывает нарушения, могут навредить своей семье и тем, кто проживает рядом. Факт недопуска в квартиры, в которых имеется нарушение правил пользования и эксплуатации газовым оборудованием, явление нередкое. В таких случаях специализированной организацией оформляются документы, передаются информации в первую очередь в управляющую компанию для обеспечения доступа в данные квартиры и дополнительно отправляется информация в ДЖИ Самарской области для применения мер административного реагирования. Постановление от правительства Российской Федерации предусматривает возможность ограничения подачи газоснабжения собственникам, которые допускают нарушения, предусмотренные данным постановлением, и ограничение у них газоснабжения без предварительного уведомления. Поэтому администрация городского округа Самара ориентирована на безотлагательное отключение газоснабжения в квартирах, где выявляются данные нарушения. И в том случае, если собственники не будут предоставлять доступ для ограничения газоснабжения, отключаться будет целый стояк. Мы понимаем, что данные меры кардинальные и пострадают собственники, в квартирах которых нет нарушений. Но кардинальные меры в данном случае необходимы для обеспечения безопасности всех собственников. На территории Самары порядка 9 тысяч многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием. Это почти 88% от общего количества МКД. Ежегодно сложная работа всех структур и органов власти приводит к сокращению случаев отравления угарным газом. Однако, для их полного исключения необходимо, чтобы в первую очередь сами собственники квартир соблюдали правила безопасности при эксплуатации газового оборудования и ответственно относились к устранению замечаний при плановых проверках специалистами газовых служб. Мария Леевна, Василий Калдашов. События.